Безопасность на водных объектах и операция подросток. Вот главные вопросы в повестке планерного совещания, проходившего в районной администрации. Алексей Васильев, начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, в своем выступлении обратил особое внимание глав Михайловского и Львовского сельских поселений, имеющих наибольшее количество водных объектов. Очень важно проводить профилактические мероприятия по обеспечению безопасности людей на воде, охране их жизни и здоровье. При этом наибольшее внимание необходимо уделить акватории Крюковского водохранилища и совместно с северским филиалом Кубань-Милево-Водхоз установить знаки о запрете выхода на лед. Кроме того, при установлении ледового покрова на реке Кубань жители села Львовского осуществляют переход по льду на противоположный берег, не соблюдая никаких мер безопасности. Что касается операции подросток, она проходила с 1 июня по 1 сентября в целях предупреждения безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних, их безопасности в дни летних каникул, защита от жестокого обращения, а также создание оптимальных условий для отдыха и оздоровления детей на территории района. Всего было посещено 178 семей и 73 несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета. Среди обсуждаемых тем на планерном совещании и санитарное состояние в населенных пунктах района. О том, как обстоят дела на подведомственных территориях доложили руководители поселений. 23 октября состоялась встреча руководства района с жителями Смоленского сельского поселения. Началась она с доклада главы Сергея Безуглова о проделанной работе за 9 месяцев этого года. Подводя промежуточные итоги, глава рассказала о положительных изменениях. В структуру Смоленского сельского поселения входит 4 населенных пункта – станицы Смоленская, Крепостная, поселок Мирный и Планчинская щель. В них проведены работы по обустройству тротуаров, капитальному ремонту дороги Крепостная и Планчинская щель. Отремонтирован мост поселки Мирно. Заасфальтировали площадь в центре станицы Смоленской, а также агрейдированные и отсыпанные улицы для многодетных семей. Заменено более 200 тысяч метров водопроводных труб и введена в эксплуатацию артезианская скважина. Для жителей станицы Крепостной в конце года открывается кабинет врача общей практики для оказания всех медицинских услуг. А в станице Смоленской началось строительство модульного здания детского сада на 50 мест. Первый заместитель главы районной администрации Марина Наумейко отметила, что существует еще ряд задач, которые не исполнены, но конструктивный диалог, взаимный обмен информацией о жизни, которая сейчас есть в Смоленском поселении, очень важен. Любой желающий на встрече смог задать свой наболевший вопрос и нацелить на дальнейшие планы деятельности главу поселения. Вопросы касались передачи земельных участков, расширения территорий кладбища, водоснабжения и обустройства остановок. Неожиданная новость прозвучала на встрече для пенсионеров. Теперь межрегиональный проезд в общественном транспорте отменен по талонам. Разъяснение по этому вопросу дал начальник управления социальной защиты населения. Дополнительно всю подробную информацию донесут жителям в самые кратчайшие сроки. Прозвучали на встрече и слова благодарности в адрес Сергея Безуглова, запроводимую работу, оперативность и отзывчивость. С 20 октября в России вступили в силу новые правила восстановления водительских удостоверений. Теперь для возвращения документа автомобилистам нужно оплатить все имеющиеся штрафы, а также пересдать экзамен на знание правил дорожного движения. Согласно официальному постановлению, водители, которые лишились прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения, в обязательном порядке должны пройти процедуру медицинского освидетельствования. Восстановление удостоверения теперь возможно в каждом отделении госавтоинспекции. Заявление на процедуру по новому закону подается как минимум за месяц до окончания срока лишения прав. На Кубани производят самую качественную докторскую колбасу. Роскачество в октябре завершило второй этап всероссийского исследования. Специалисты изучили докторскую колбасу по 70 показателям качества безопасности. Проверяли на бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид. По итогам исследований, самая качественная колбаса в России производится в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской, Саратовской и Белгородской областях, Ставропольском край и отрадно, отметить, в Краснодарском крае. На знак качества из нашего региона сможет претендовать докторская колбаса по торговой марке «Агрокомплекс». Также в числе кандидатов в Балахановский мясокомбинат, Мяснов, Питпродукт, Рамкор, Снежаной и Фамильной колбасы. По официальным данным экспертов, вся исследованная колбаса безопасна, нарушения по микробиологическим показателям в ней не обнаружены. Нет в ней тяжелых металлов, радионуклидов и генномодифицированных ингредиентов. Проверка на антибиотики также показала оптимистичные результаты. Нет превышений в колбасе и по показателям консервантов и стабилизаторов. Начиная с 2006 года в России 24 октября отмечается День специального назначения. В этих войсках служат по призванию. Ими гордятся, им поручают самые сложные задачи, не сомневаясь в уровне профессионализма. Вот только подробности службы в спецназе, как и фамилии военнослужащих, обычно не раскрываются. Спецназ применяется как в военной, так и в мирное время, особенно в период обострения международной обстановки, в конфликтных и чрезвычайных ситуациях. Бойцы советского спецназа принимали участие в вооруженных конфликтах и за рубежом. Первая крупная зарубежная операция проведена в 1968 году в Праге. В общей сложности армейский спецназ посылал свои войска в два десятка стран – Азии, Латинской Америки и Африки. В настоящее время подразделения специального назначения – это военизированные формирования ФСБ, Носгвардии, Министерства обороны, МЧС, Минюста и других федеральных органов государственной власти. Этот праздник отмечают поистине героические подразделения. Службы спецназа гордятся всю жизнь, как и всю жизнь помнят свой девиз – в любое время, в любом месте, любые задачи. Австралиец Гэри – бывший полицейский. До недавних пор он мог запросто провести полдня у телевизора за любимой едой. «Вдруг проносятся два часа, а ты ничего не сделал». Но последний год Гэри участвует в эксперименте исследовательского университета Бонда. Специалисты изучают привычки, которые мешают сбросить вес. Потом помогают заменить их на более полезные. «Это может быть какое-то простое действие. Можно приучать себя надевать спортивную обувь, пока это не станет второй натурой. Тогда появляется желание пройтись по улице, а потом и вовсе отправиться на длительную прогулку». Теперь Гэри каждое утро вместо того, чтобы сесть у телевизора, надевает кроссовки и идёт гулять. Кроме того, он научился избегать соблазнов. Например, таких, как по дороге домой зайти в ресторан быстрого питания или купить бутылку сладкого лимонада. Для этого нужно всего лишь изменить маршрут. «Человек начинает думать иначе, и мозг создаёт новые нейронные пути, которые помогают следовать новым привычкам». По словам специалистов, примерно 60% полных людей в битве с лишним весом обычно проигрывают. «До сих пор у нас было много неудач. Развивать такие привычки, пробовать изменить поведение – это влияет положительно». Гэри говорит, результаты эксперимента кажутся невероятными. Однако, когда видишь методику изнутри, то понимаешь – всё просто. «Впервые я поверил, что смогу вернуть нормальную фигуру. Раньше я весил меньше 80 килограммов». К концу года исследователи планируют начать эксперимент на международном уровне. Редактор субтитров А.Семкин